Я владелец этого дома. На самом деле мы с женой называем его ранчо, потому что изначально ставилась задача создать вот такое вот ранчо, повторюсь. Поэтому природный лесной участок, который у нас есть, это была очень важная особенность. Мы хотели воссоздать такую атмосферу, ну, например, Монтаны условно. Этот участок появился очень интересно. Мы с женой, как я сказал, принципиально в хвойном лесу хотели жить всегда, а таких участков, честно говоря, не очень много. И зачастую те, что есть, стоят просто космических денег. Поэтому, поискав какое-то время такие участки мы, честно, даже отчаялись. Но однажды вечером совершенно случайно, уже не питая никаких надежд, я вбил в поисковике лесные участки по тому направлению, по южному направлению, которое нас интересовало, и мне выпала реклама. Та, которой до этого не было. Я зашел на сайт, увидел раскладку поселка, и там продавался удивительно, прям идеально подходящий нам участок, потому что он граничит с лесом. Увидев цену, оказалось, что это то, что нам подходит, и дальше мы это все купили за один день. Купив участок, мы собирались буквально там через несколько месяцев начать строительство. Тут наши пути пересеклись с застройщиком, мы приступили к стройке в конце двадцать первого года, и к моему огромному удовольствию ребята построили дом вот от момента, когда здесь не было вообще ничего, даже свай, до момента, когда мы праздновали в Новый год, 2022 соответственно, прошло два месяца. С учетом инженерных коммуникаций, колодца, всего-всего-всего. И для нас это было принципиально важно, мы хотели успеть отметить Новый год, и благодаря ребятам это получилось, за что им огромное спасибо, это подняло настроение. Застройщик хотел реализовать максимально природный дом, который удовлетворял его требованиям по внутреннему и по внешнему содержанию, в результате чего, соответственно, мы остановились на, после того, как проработали досконально весь проект, мы остановились на одноэтажном доме каркасном, который должен был снаружи вписываться абсолютно четко в ландшафт участка и в ландшафт местности, вот, и внутри, соответственно, перекликаться с его внешним обликом. Поскольку я сказал о том, что мы ориентировались на стиль ранчо, дом должен был быть деревянный. Понятное дело, что изначально хочется сделать все на максималках. Изначально в мечтах и там в планах это должен был быть криеный брус, изначально фундамент дома должен был быть из натурального камня, но жизнь и в данном случае пандемия внесла свои коррективы, приходилось пересматривать свой подход для того, чтобы вписаться, потому что не хотелось, да, и, в общем-то, жизнь показала, что мы были правы, не хотелось тратить слишком много денег, хотелось их больше экономить. Поэтому мы перешли к каркасному типу строения, по совету застройщика, поузнавав у разных людей, почитав в интернете, я понял, что, в общем-то, с точки зрения эксплуатационных характеристик и, особенно, что важно, внешнего вида для меня, то есть поправлюсь, эксплуатационные характеристики крайне важны, вот узнав, что, по сути дела, это очень надежная и проверенная технология, при этом, которая с визуальной точки зрения мне даст ровно то же самое, это был отличный выход. Согласно разработанного проекта, установка дома началась с разработки и с установки свайного поля. В качестве свай были применены железобетонные изделия 150 на 150 на 3 метра длиной с глубиной залегания более 2 метров. После этого, соответственно, на это свайное поле размещается обвязка из бруса 150 на 150, то же самое сухого, обработанного, замкнутый нижний обвяз, который служит, в общем-то, единой платформой для установки всего дома. Затем, соответственно, устанавливается цокольная плита, то есть нулевое перекрытие дома, которое из себя представляет также каркасную конструкцию из сухого калиброванного материала с сечением 35 на 195, который позволяет добиться и по жесткости перекрытия нужных показателей, и, соответственно, позволяет произвести утепление в 200 миллиметров для того, чтобы конструкция пола, как основного поставщика холода, была надежно утеплена. Черновой пол деревянный, сплошной, 22 миллиметра толщиной, который застилается специальными технологичными пленками, укладывается утеплитель, поэтому за конструкцию пола мы абсолютно спокойны. Сверху все это закрывается специальной плитой, так называемой черным полом, который служит основой потом для настила любого, в принципе, любого финишного варианта, который будет, собственно говоря, участвовать в интерьере дома. Стены дома выполнены также по каркасной технологии. В основе лежит деревянный каркас из сухого, строганного, калиброванного, точнее, пиломатериала 35 на 145. Для улучшения теплоизоляционных свойств стен была применена технология перекрестного утепления, то бишь заполнение основной части стены идет в вертикальном состоянии базальтовой ваты, плюс еще, соответственно, перекрестно выполняется, скажем так, перекрытие основного слоя, еще дополнительно перекрывается 50 миллиметрами дополнительно каменной ваты. Потом устраивается, конечно же, по технологии вент-зазора, и по вент-зазору уже идет непосредственно чистовая и черновая отделка. Был выбран способ обработки всего отделочного материала специальным маслом, которое сохраняет природную фактуру древесины, которое не закрывает его текстуру, и которое является, соответственно, надежной защитой от УЭФ и от осадков. Снаружи дома, соответственно, с применением всех попутных материалов, которые обеспечивают долговечность древесины снаружи здания, и внутри дома чуть по упрощенной схеме. Обработка материала, отделочного материала снаружи и внутри, производилась в заводских условиях с соблюдением всех положенных технологических операций. Кровля здания выполнена также по каркасной технологии. Стропила 35 на 195. Есть участки дома, где потолок утеплен по горизонтальным конструкциям, и есть участки потолка, которые укрепляются по стропилам, то есть по наклонным частям. Утепление 200 мм базальтовой ватой, которая также, соответственно, надежно защищает дом от потери тепла. В качестве кровельного покрытия была использована мягкая кровля отечественного производства, однослойная, с достаточно интересной нарезкой листа серого цвета, что вписывалось идеально в этот ландшафт. Вот почему мягкая кровля? Потому что при солнце она спекается, образует единый герметичный слой. Во-первых, здание одноэтажное. Во-вторых, соответственно, угол наклона крыши достаточно мал. Поэтому массового лавинообразного схода снега здесь не будет. Есть, скажем так, неприятный вопрос в том, что дом находится под деревьями. То есть, поэтому, соответственно, кровля будет периодически засыпаться хвой, и которую иногда, возможно, придется, конечно, сметать с кровлей. Но это единственная неприятность, которая, собственно говоря, может появиться на этом доме. Мы с вами на основной террасе. Она основная, потому что крытая, и можно ей пользоваться в любое время года, погоды и так далее. Она 20 метров, и ее конструктивная особенность – это безбалочный пролет. Здесь благодаря LVL-Balcom удалось создать очень такую большую площадь крыши, которая буквально парит, создает воздух, но при этом она выдерживает любые нагрузки снеговые и супернадежно. Это здорово. А теперь давайте посмотрим, что внутри. Мы хотели дух, скажем, вестерна перенести и внутрь дома, поэтому здесь вы найдете очень характерные и, на мой взгляд, яркие черты данного стиля. Прежде всего, что хочется сказать про пространство. Во-первых, нам очень хотелось, чтобы гостиная была – это одноэтажный дом, но максимально большой и с высокими потолками. Здесь потолки более 4 метров в верхней точке. Сама площадь комнаты 40 квадратных метров, и она объединяет в себе как зону камина, так и зону обеденную и кухонную зону. Поэтому очаг – это важный элемент любого такого природного дома, поэтому первым, что здесь оказалось с точки зрения объектов мебели или объектов комнаты, это был очаг. Он очень клевый. Его технология позволяет ставить его непосредственно к стене, поскольку он двухконтурный и охлаждается приточным холодным воздухом, который берется с крыши. Соответственно, это позволяет, ну, скажем так, сделать место камина гораздо красивее. Еще обращу ваше внимание на чугунные плиты, настоящие чугунные плиты. Они, мне кажется, добавляют атмосферы и эстетики в тот стиль, в котором мы изначально хотели работать, точнее, мы хотели в нем жить. Это наша кухня, наполнена множеством деталей, все это подбиралось с любовью. И, наверное, необычное такое, давайте скажу, дизайнерское решение в том, что мы создали вот такую рабочую зону. Изначально в проекте этой кухни здесь должны были быть шкафы, такие же, на втором ярусе. Но мы очень хотели остров изначально для готовки. Он сюда, честно говоря, не очень вставал по габаритам, но, тем не менее, хотелось такую зону, где можно было бы спокойно работать, съемную, в смысле, я имею в виду, готовить. Она была бы предназначена именно для этого. Поэтому мы убрали верхние шкафчики, а вместо них, в общем-то, самопально сделали вот такие три светильничка. Почему самопальные, там, длину подгоняли уже сами по размер этой кухни, точнее, под высоту потолков. Отапливаемся мы электричеством. У нас электрический котел, который подает воду на батареи. Тут у нас не электрические батареи. Этого очень не хотелось, потому что, на наш взгляд, они, электрические батареи, жрут много воздуха, кислорода, я имею в виду, зимой, напротив, те, что отапливаются водой, ну, с помощью воды, ну, жидкости, если быть точным, то это комфортнее. Санузел один, достаточно просторный, в нем душевая кабина и, в общем, и все остальное, что нужно, чтобы называться санузлом. Спальня, по-моему, она, то ли 16, по-моему, около 16 квадратных метров, я сейчас боюсь соврать. Классная она, классная тем, что есть два окна, на такую, в общем, ограниченную площадь, два очень больших окна, одно из которых в пол и является выходом на патио, то есть можно прямо встать и выйти на патио, попить кофе, не знаю, понаслаждаться видом, чем мы регулярно и пользуемся. Широкий коридор, это тоже было важно, мы хотели. Я большой противник, я знаю, что есть много людей, которые стараются коридор сделать как можно меньше, считая его нефункциональным пространством. Я с этим не согласен, когда ты можешь выйти в коридор, он хороший, широкий, просторный. Это, ну, вот, дает такое вот ощущение общего, общего ощущения большого пространства. Это кабинет, кабинет и рабочая студия, ну, как рабочая, это хобби моей жены рисования, поэтому здесь мы установили мольберт, у нее здесь все есть для того, чтобы своим хобби заниматься. А здесь стол рабочий с отличным видом на террасу, на лес. Очень клево и вдохновляюще здесь трудиться. Понятно, что еще не совсем мы все доделали с точки зрения деталей, здесь в них будут различные картины, здесь не хватает консоли под телевизор, но, тем не менее, уже можно жить, работать, чем мы и заняты. Мы абсолютно влюблены в этот участок, и поэтому при строительстве дома нам очень было важно сохранить его как можно ближе к исходному виду. Поэтому вот посмотрите, здесь растет сосна, здесь их две, близко очень к дому, и мы хотели их вписать. Опять же, патио было важной частью нашего плана, потому что с него открывается вид на роскошный лес, на густой, огромный лес, не только на нашем участке, но и за его пределами. Поэтому нам очень хотелось широкое большое патио, оно 40 метров квадратных, и хотелось ни в коем случае не рубить те деревья. Поэтому она вот так очень аккуратно, изящно, эстетично вписана, она придает этому патио особое очарование, особый уют, и мы обожаем эту историю, очень классно вышло. Вообще, если говорить об участке, то я не устану повторять о том, насколько нам повезло и насколько он уникальный, и поэтому, но при этом, да, то есть вот он суперкрутой, классный, но, конечно, когда мы сюда приехали, жить вот, поставил дом и живи, но это не совсем та история. Все-таки это на самом деле настоящий лес, его, ну, не опушка, а как это называется, начало леса. Тем не менее, здесь дикая земля, здесь были кочки, неровности, пней было очень много. Здесь вообще надо сказать, что при подводе коммуникаций, конечно, еще было важно не просто проложить коммуникацию, а не навредить деревьям. Так вот, одна из важнейших задач, которую мы решали с точки зрения ландшафтного дизайна, это облагородить участок, сделать его, ну, абсолютно таким пригодным для того, чтобы, ну, буквально пройтись босиком по траве, но при этом сохранить дух природы. Здесь мы проделали достаточно большую работу. Надо сказать, что почва здесь глинистая, и вывезено было около трех камазов глины, вот просто, чтобы это убрать. Завезено много как плодородной земли, так и чернозема. На него положен рулонный газон, и я теперь говорил ранчо, на ранчо человек чем-то должен заниматься фермерским. Вот я как фермер бегаю, неистово поливаю это все два раза в сутки. На самом деле уже один раз в сутки, два я не потянул. Но, тем не менее, опять же, и у этого есть свои плоды. Газон изумрудный, зеленый, классный, клевый. Одно удовольствие по нему ходить. Выход в лес, по идее, здесь должен был стоять вот такой же глухой забор, но мы с поселком согласовали возможность поставить здесь 3D-сетку. Надо сказать, что этот лес не глухой, в том смысле, что он сам по себе тоже находится на территории поселка. Он огорожен забором, то есть отсюда к нам никто не придет из незваных гостей. Это тоже очень важно при постановке такой, в общем-то, хлипкой с точки зрения безопасности конструкции. И, что еще очень важно, это не участок. То есть это общественная зона лесная. По идее, в нее может прийти кто угодно из нашего поселка, но, понятное дело, никто не ходит, кому это надо у всех свой лес на участке. А мы наслаждаемся вот таким безграничным простором. Как вы видите, это зона кострища, но и не только. Давайте, если чуть-чуть пофантазировать, то зона барбекю, она поедет в ту сторону, будет навес, а здесь будет летний бар. Для нас, в общем-то, на самом деле, каркасная технология строительства, в какой бы комплектации она ни была, она не вызывает никаких сложностей. В принципе, все прозрачно и понятно. Вот. Нужно было единственным просто человеку объяснить, что необходимо сделать абсолютно точно для того, чтобы использование этого дома приносило только радость и не приносило никаких, скажем так, ненужных моментов. Вот. Поэтому в тандеме с застройщиком, я думаю, что мы абсолютно четко решили все эксплуатационные вопросы. Вот. И поэтому я думаю, что использование этого дома будет приносить ему только радость. Утепление. Схема утепления. Раз. Конструктивные узлы и элементы. Два. Например, такие, как использование LVL-балок на террасных конструкциях, на кровельной части террасной конструкции, которые позволяют сделать достаточно большое беспролётное соединение. Вот. И оно не будет прогибаться, деформироваться, даже при хорошей снеговой нагрузке. Вот. Это раз. Второе. По желанию застройщика, те деревья, которые стоят вокруг дома, они должны были каким-то образом всё-таки вписаться в конструкцию. Поэтому, когда мы делали открытую террасу, то есть без навеса, мы обошли одно из деревьев, аккуратно его обошли, оставив его внутри этой террасы. Но при этом мы абсолютно чётко понимаем, что это дерево не вызовет абсолютно никаких неудобств в эксплуатации, в дальнейшей эксплуатации дома. Я всегда хотел иметь загородный дом. При этом я довольно сильно привязан к городу, в том смысле, что я люблю городской образ жизни. Но так получилось, что с тех пор, как мы построили дом, больше времени я провожу здесь. Абсолютно этому рад и счастлив. Здесь, знаешь, день за два идёт, с точки зрения того, насколько это всё растянуто. Это чем-то напоминает жизнь за городом, как бы она возвращает тебя в детство. В детство, помнишь, наверное, летние каникулы, когда действительно до обеда у тебя неделя прошла, и после обеда ещё месяц. Ну, то есть вот такое вот восприятие времени. Оно вот как бы размазано, оно бесконечное, оно текучее. И здесь действительно темп жизни замедляется. У меня есть очень точный совет, наверное, тем людям, которые хотят начать загородную жизнь. Первое. Не откладывать и реализовывать эту свою мечту как можно скорее. А дальше, это вот сам совет, наверное, это не стараться, не болеть какой-то гигантоманией. Потому что когда ты начинаешь строить дом, с эмоциональной точки зрения всегда хочется, ну, чего-то большего. Инстинктивно тебе кажется, что нет, там, даже если я себе чуть-чуть не могу это сейчас позволить, потом наверстаю, потом заработаю, и оно случи, ну, и как бы и покрою. Вот я бы людей предостерёг от таких вещей, потому что они очень часто превращаются в долгострой. Редактор субтитров А.Семкин